С его страниц на зрителя смотрит история. В Самаре представили фотоальбом военного корреспондента Николая Финикова. В издание вошло более 250 фотографий, на первых сделанных еще в 30-е годы «Мирная жизнь». Затем зритель вместе с автором отправляется на войну и становится свидетелем всех знаковых битв, в том числе и Курской, и Сталинградской. Автор работ – единственный куйбышевский фотокорреспондент, который прошел всю войну и дожил до победы. Фотографии для издания представил его сын Лев Николаевич Фиников. Он рассказывает, отец нередко использовал фотокарточки как телеграммы, на обратной стороне которых писал личные новости. Фотографии отобраны в основном для того, чтобы показать роль нашей 21-й куйбышевской армии в годы Великой Отечественной войны, в которой принимал участие непосредственно мой папа Николай Федорович. На презентацию фотоальбома, которая проходила в стенах библиотеки имени Крупской, пригласили кадетов и школьников. Светлана Шеймухаметова привела в библиотеку семиклассников. Говорит, такие встречи – лучший урок патриотизма. Данное мероприятие, особенно в преддверии Дня защитника Отечества, оно очень важное, потому что оно воспитывает, во-первых, патриотизм к родине, во-вторых, ребята, они все-таки должны знать свою историю, должны быть благодарны нашим дедам, отцам, тем, кто прошел войну. Последние страницы альбома дышат оптимизмом. На них – послевоенное время и стройки коммунизма. К примеру, можно увидеть, как возводилась Куйбышевская, а ныне – Жигулевская ГЭС. Виктория Шарая, Игорь Казановский и события.